Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 февраля, 10 дней после посева вот этих первых томатов, которые для теплицы, для раннего урожая. Вот когда я полила на 8 день и прорыхлила после полива на 9 день, у меня сейчас целая неделя будет, ничего я делать с ними не буду. Но сегодня я хочу снять видео, чтобы обратить ваше внимание на то, что по мере роста вот этих сеянцев нужно немножко нам поднимать светильник. Я вот сегодня брала вот эту рулеточку и мерила. И если толстоногие, они еще далеко от лампы, еще можно приемлемо так, то смотрите, как ботяня, ой, сбила ботяню одного, нечаянно, то ботяня, видите, как сильно вырвался вперед. И вот сейчас уже можно сделать различия между ними. Ну, как говорится, как я говорила, что посадила ботяню специально, чтобы вы почувствовали разницу между толстоногими и простыми. Вот ботяня простой, с тоненькой ножкой. Правильно пишут люди, что он на первой, на ранней стадии. У него тоненький стебелек, он выглядит очень жалко. Он такой, вот это, как я его называла, дрищ. Он такой дрищ тонкий, длинный. Такой, казалось бы, очень такой слабенький. Но он потом все равно растолстеет после пикировки. Но видно, как они отличаются. И вот между ботяней и лампой, уже расстояние совсем маленькое, вот видите, вот она лампа 6,5 см, это мало. Сегодня я буду поднимать лампу. И это основное, о чем я хотела вам сказать. Подвешив один раз светильник на какую-то определенную высоту, его постоянно оставлять так нельзя. Рассада растет, лампу поднимаем, поднимаем, поднимаем. Чтобы хотя бы сантиметров 15, а когда взрослые, уже я и 20 см делаю от сеянцев и до лампы. Вот сейчас, когда они были, сходили, вот только-только петельки, я опускала на расстояние 10 см, ну 10-12. Но сейчас, видите, уже вот она лампа. Не знаю, видно вам, она ослепляет. Вот она лампа, а вот он ботяня. И он завтра уже будет в такой, в опасной близости от лампы. А так все идет своим чередом, рассада растет. Вот сейчас ей 5-6 дней, кому 5, кому 6. И помните, в самом начале я сказала, я посеяла сухие семена без замачивания и даю им 10 дней на всхожесть. Значит, кто не взошел после 10 дней, тот считается уже слабаком. И вот видите, сейчас покажу вам, ой, вон он, лезет ботяня еще один, запоздалый. Я не думаю, что с него что-то хорошее будет, потому что у ботяней нормальных уже настоящие листья вылезли. Они хоть и маленькие, но видите, настоящие листики уже есть. Это 10-й день после посева, то есть они уже успели взойти, вымахать вот до такого расстояния, состояния, и уже у них по два маленьких настоящих листика. А тот ботяне, который сейчас хочет взойти, скорее всего, он нам уже не товарищ. Мы его потом изымем, удалим. Все. Вот это такая еще капелька небольшой информации. Вот так день за днем, день за днем, рассада растет. Я буду каждый день вам ее показывать и говорить, что я делаю. Вот эта вот установка светильника и, как сказать, изменение вот этого расстояния от сеянцев до светильника, это тоже очень важно. Нельзя же повесить один раз ее на одном и том же и держать. Они сейчас упрутся в лампу, это будет очень плохо. Следите за расстоянием, чтобы хотя бы 15 сантиметров между растениями и лампочкой было. Все, до свидания. Продолжаем расти. Все пока хорошо. Стройными рядами уже так красиво выстроились.